Создать равные условия для всех избирателей в основе работы избирательных комиссий Беларуси, так же, как и создание праздничной атмосферы на участках. Воезная торговля и развлекательная программы повсеместно, как и положено, в праздник подготовлены и подарки. Правда, не для всех, а лишь тем, кто в избирательной кампании участвует впервые. Я поздравляю, увидите небольшой шлифер, Александр. Также очень серьезный гражданский шаг, который мы сегодня сделали, взрослый шаг. Поэтому поздравляю. На избирательном участке номер 33 Новополоцкого избирательного округа в этот день свой голос за кандидата на место в парламенте отдал и председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета. От голоса каждого человека многое зависит. Тем более, в нынешних условиях у нас проходит такой рекорд по количеству кандидатов в депутаты. Семь кандидатов зарегистрировали, вели свою активную избирательную кампанию. И, в принципе, среди кандидатов представлены практически все политические взгляды, которые имеют место. Это от коммунистической партии до либерально-демократической партии. Есть представители различных общественных объединений, партии, предприятий. Поэтому у избирателей очень широкий выбор. Глава Новополоцка отметил, что сегодня перед Новополоцком стоят задачи по обеспечению экономического роста региона, развитию промышленного кластера. Поэтому человек, который будет заниматься законотворчеством, должен не просто понимать все текущие дела, но и перспективы. О том, каков он идеальный кандидат, с уверенностью говорят и впервые голосующие. В первую очередь у него должно быть соответствующее образование. То есть есть депутат, которым я уверена. Я должна выбрать человека, который будет представлять мой город. Это моя ответственность. Поздравляю вас. Очень приятно, что вы лицеистка. Это вам на память о сегодняшнем дне. В Новополоцке за место в парламенте борются семь кандидатов. А в целом в Беларуси на 110 мест в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендует 513 кандидатов. Без альтернативных округов нет. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ